Всех приветствую, друзья! В эфире телегид, ваш личный видеообзор на жизнь нашего телеканала. Ох и насыщенная неделя нас ждет! Не переключайся, я Анна Троян, сейчас все расскажу. Субтитры делал DimaTorzok Тем самым и мы сможем почерпнуть для себя опыт. Включаем ЛРТ в 16.30 и в пол первого ночи. Да я домой вернусь. Нет, домой нельзя. Я тебя уверяю, что весь день в его голове гуляет бульон. Моя жена, она не любит меня как мужика и прочее. К вечеру он выпьет, и тогда в нем накопится столько критической злобы, такое количество, что будет ой-ой-ой беда. Домой нельзя сегодня. Если я сегодня домой не вернусь... То, значит, останешься цела и не вредим. Еще одна премьерная история стартует в четверг. Сериал «Дорогой мой человек» покажет историю любви в военное время. Врач Владимир – человек долгой чести, предан одной единственной любви. Война жестоко вмешается в судьбы героев и еще больше напутает в их хрупких отношениях. После долгой и неожиданной разлуки они впервые встретятся во фронтовом госпитале, где военврач Владимир оперирует ее, не приходящую в сознание трудную пациентку. Как закрутится эта история, увидим по будням в 12.30 и в 21.00. Ну, хватит уже. Нашел экспонат. Ешь! Остыло. Ну, что, тебе трудно, что ли? Между прочим, Женька сказала, что в медицинском институте подготовительные курсы есть. Шел бы ты лучше туда, чем чужие уши разглядывать. Большую аферу в маленьком городе с итальянскими нотами устроит вам ЛРТ в завершении рабочих будней. Для жителей маленького городка открытие фабрики – надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы производство заработало, в ее штате должен быть врач. В воле и случая в этой глуши оказался столичный хирург. Сможет ли профессионал, привыкший к роскошной жизни, вынести отсутствие вай-фая и суши-баров? И на что ради этого пойдет местное население? Смотрим в пятницу в 10 вечера. Милочка моя, ты можешь объяснить, что это за шуши и шашим? Как это готовить? Суши – это фаршированные рисовые роллы. Сашими – это сырая рыба. Понятно. Ваш план мне не нравится. Хорошая девочка. Габриэля, достань из холодильника вареный рис и рыбные палочки. Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округа Люберца у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. Нам нужно обязательно смотреть, чтобы грудная клетка возвращалась в свое положение. Многие ситуации не ждут приезда скорой. Первая помощь на то и первая. Базовый минимум может спасти жизнь человеку. Как помочь пострадавшему при остановке сердца и что делать, если ребенок начал задыхаться. Участников школы первой помощи детям обучили поведению в чрезвычайных ситуациях. В субботу, мои друзья, ЛРТ заставит конкуренцию одному популярному проекту. Познакомим вас с настоящим экстрасенсом и поверить, что люди со сверхъестественными способностями все-таки есть, вам придется. В начале 20-х прошлого века многие интересовались оккультными практиками и вызывали духов. По крайней мере, так считала специалист по мистификации, которая активно разоблачала шарлатанов и мнимых колдунов. Однако однажды героиня-скептик приезжает в загородную школу-интернат, где пугающая встреча со сверхъестественным заставляет ее изменить свое мнение. Подробности смотрим 8 февраля в 22.30. Это было в 902-м. А это в 903-м. В 4-м. В 1905-м. И, наконец, в 6-м. Сделанный всего месяц назад. Без каткарты, я понимаю, когда ребенок пробегает через весь ряд за те 15 секунд, что нужно камере, чтобы сделать снимок. Но чего я не понимаю? Как он попал туда? А воскресным вечером вас ждет не менее захватывающая сверхъестественная история об экстрасенсе, но уже нашего времени. Главный герой Джон обладает паранормальными способностями, которые помогают ему завладеть нужной информацией. И вот он берется расследовать дело, которое связано с целой серией убийств. На его пути встречается напуганная Анна. Герои уже не помогают его способности. И без них в таком сложном деле Джон остается слеп. Создается впечатление, что девочка либо просто жертва, либо на самом деле убийца. Подробности узнаем в ленте «Экстрасенс 2. Лабиринты разума». 9 февраля в половину 11 вечера. Анна, ты знаешь, что такое катаболизм? Если не будешь есть, внутренние органы откажут. Джон, вы слышали о пране, верно? Это санскрит. Жизненная сила. В Индии есть йоги, которые почти не едят. Они черпают энергию или прану. Из воздуха и солнца. Так это ты делаешь? А вы доктор? Нет. Но я тоже пришел задавать вопросы. На этом все. Познакомиться с нами поближе вы можете на сайте www.lr.tv. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях. Тогда вы будете в курсе самых актуальных событий. Проводите досуг вместе с нами. С вами была Анна Троян. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...